Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Но вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Все мы знаем, что означает Рождество. И многие люди уже празднуют по восточному календарю, либо и так тем, чем привыкли праздновать в тот день. Слава Богу, у меня есть причина праздновать. У меня сын родился 6 января. Так что мой сын родился, что там вообще кто-то что-то празднует. Как бы все сходит в одно. Надо покушать. Нормально, да? Нас хотели убить. Мы победили. Давайте покушаем. Но, смотря на все это, на всю историю Рождества, нужно помнить, что что-то происходило дальше, чем Рождество. Зачитаю несколько мест Писания, чтобы мы поняли, к чему я веду. Когда исполнилось нечищение их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. Есть церемония в еврейской культуре, когда молятся за детей. Особенно, когда это есть предмела, это для мальчиков, это обрезание, когда есть особенное время. И молитва за детей очень важна. Она остается в части нашей культуры. Это было всегда, продолжается и будет продолжаться. Для родителей очень важно помолиться за детей. И очень интересная вещь. Потому что не только мы хотим помолиться за детей, но и общей кучей помолиться. Но особенно для тех, которых мы первый раз приносим в место собрания. Я не говорю в храм, потому что мы являемся храмом. То, что там уже делается, между прочим, мне выслали видео, которое буквально недавно на Ханаку, уже в Иерусалиме, какая-то одна из маленьких хазидских, хаббатских, не знаю каких сект, уже начали производить так называемое жертвоприношение. Построили там жертвенник и то, другое отрубили, что-то там делали. И сказали, что это уже начало. Не знаю, но для меня важна одна часть. Жертва одна уже была произведена. Мы свободны, независимо от жертв. Мы уже имеем милость в Боге, Бешевой, Мессии. Только нужно исповедовать своими устами. Но есть момент, где мы молимся за детей. И здесь очень удивительно есть традиция. Традиция, которую мы хотим продолжить в нашей общине. И продолжаем. Когда младенца увидел старец, он взял на руки его и сказал пророческие слова. Говорит, ты отпускаешь меня. Я не говорю, что сегодня Бог меня отпускает от обязанностей. Мало еще времени прожил. Но я знаю, что когда мы молимся за детей, приходит понимание не только имени, или как мы называем наших детей, а будущего для многих детей. Я бы хотел, чтобы мы, как община, могли говорить пророческие слова в жизнь каждого ребенка, за которого мы молимся. Иосиф и Марию удивились словам о нем. Как так удивиться? Сколько было сказано об Ешуа, да? Волхвы пришли поклониться и так далее. И вдруг они удивляются тому, что пророк или же старец, который находился на горе, который в храмовой горе, да, в храме, удивлялись тому, что он говорил. И он говорит, благословил их семьи, он сказал в мире матери его, «Сележит сей на падение и на восстание многих в Израиле». И предмет преткновения. Кажется, ну, вроде бы хотелось бы какое-то получше пророчество, как бы, пророчество, а то, говорит, он, вот тебе, сын, и знаешь, что он будет преткновением для многих. И для тебя, мама, мама, знаешь, что для тебя будет сильно больно. Меч пройдет через свое сердце. Любая мама скажет, я воспитала своих детей, сколько этих ран уже было. Это не просто словам, это было предсказано для того, чтобы каждый, особенно Мирьям, готово было слышать о том, через что пройдет ее сын, и для чего она должна быть готова. Сегодня я хочу позвать сюда семью колесников. Они, пройдя долгий путь, девяти месяцев, так же, как вы, сюда, сюда, сюда уже, поднимитесь, я не скажу, на храмовую гору, поднимитесь либо по ступенькам, сделайте алию, то есть совершите алию чуть наверх, сюда, когда у нас будет свое здание, чтобы вы понимали, у нас будет куда делать алию, у нас будет аронка дождь, и будет у нас и тора, и все остальное, мы будем делать свою алию. Амин. Младенцем зовут Рафиэль. Рафа – целение. Эль – Бог. У нас так, по-нашему, маленький Рафик. Маленький Рафик. Но Рафиэль означает Бог-целитель. Или Егова – целитель. Откуда взято местописание? Это из книги Пятикнижья. Где Бог говорит следующее. Говорит Израилю слова, которые очень важно помнить. Говорит словам из Исхода 15 глава. И сказал, если ты будешь слушаться глаза Господу, говорю сегодня вам, пророческим словом, и делать угодно пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не веду на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Ибо я Господь Бог-целитель твой. Назвав сына Рафиэль, я надеюсь и верю, что исцеление между вами происходит. Сын становится исцеленным. И то, что Господь положил мне на сердце, это местописание из Исаии. Я видел их путь, ваш путь, но все равно исцелю. я буду вести их и утешать, вкладывая хвалу в уста плакающих. «Мама, сколько ты плакала за то время?» И Бог говорит, я буду вкладывать словословие там, где есть слезы. «Мир, мир, дальним и ближним», говорит Господь. «Я исцелю их». Это слово, которое лежит в основании имени вашего сына и то, что Бог положил между вами. Исцеление, которое, возможно, вы не ожидали, которое происходит и будет происходить. Но есть условие, которое зачитало в исходе 15 глава. Он будет исцелением, когда вы будете полностью служить Ему, славить Ему, благодарить Ему, сходить устами Ему, слушать Ему. Это условие. Вы готовы молиться за Ко? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере они будут приводить к большим переменам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова